Спасибо студентам, друзьям и знакомым. Спасибо, что вы здесь сегодня собрались по причине того, что у нас отрасла новость по поводу украинских властей. По моему мнению, здесь приходит воровство. У меня хотят украсть пять лет моих воспоминаний. У меня хотят украсть пять лет опыта моей здесь пребывания в своей жизни. У меня хотят украсть друзей, с которыми я здесь познакомился. Исторический факультет дал мне очень много. И это хотят украсть. Если бы я хотел поехать в Винницу поступать, я бы поехал в Винницу поступать. Но я поступать именно сюда хотел. Это мой университет. Для них возможно переехать в университет, взять печаль, взять бумажки и уехать туда. Для меня этот университет, эта часть, это плоть нашей культуры, нашей донбасской культуры. И вывести туда нашу культуру невозможно. Я боюсь уезжать отсюда. У меня здесь мама. Как я ее оставлю, когда вот здесь армия украинская, она стреляет и страшно отставляет. Вот я уеду. Друзья, знакомые, родные все здесь остались. Как я их брошу? Я не могу так бросить. Новейшую историю ДНР. Сегодняшнее стихийное выступление студентов войдет как митинг под градами. Грады надо взять будут в кавычки, потому что мы сейчас слышим, как отрабатывают грады в районе аэропорта. Но, тем не менее, наших студентов не останавливает вот та проблема, с которой они могут столкнуться буквально уже на ближайшие дни. Тогда, когда прошлое руководство национального университета желает их увидеть в Виннице. Если бы мы занимались экспортом революции, мы бы отправили всех 10 тысяч студентов туда, и я думаю, что в Виннице через полгода все бы разговаривали на русском языке. Однако, как говорили наши бабушки, да родывся там и сгудывся. И как раз вот эти дети, которые здесь собрались, и вот постоянно увеличивается это количество детей, они сделали выбор, что они хотят быть гражданами нового государства, они хотят быть активными строителями этого государства, которое будет строиться на принципах демократии и народовластия. Я пришел поддержать, чтобы наш университет остался на нашей земле, чтобы учились наши люди, которые не хотят учиться в другой стране. Украина для нас это уже соседнее государство, и мы должны быть независимыми. Университет должен оставаться в Донецке.